Число заболевших коронавирусом в регионе медленно, но неуклонно уменьшается. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора Светлана Архипова на областном оперштабе по предупреждению распространения COVID-19. Наибольшее снижение числа заболевших зафиксировано в возрастных группах детей до года и в возрасте 15 и 17 лет. При этом среди пожилых людей старше 65 лет сохраняется самый высокий показатель. По-прежнему чаще всего болеют медики, учителя и работники сферы услуг. Меньше в области стали болеть парагриппом, аденовирусной инфекции и ОРВИ. При текущем уровне заболеваемости регион обеспечен лекарствами на длительный период. Все пациенты с COVID-19 на амбулаторном этапе бесплатно получают лекарства, подчеркнул министр здравоохранения региона Армен Бинян. Сейчас развернуто 1380 коек. В стационарах находятся 1100 пациентов с коронавирусом. В структуре пациентов отмечается небольшой прирост пациентов, которые находятся в удовлетворительном состоянии. С одной стороны, это обусловивается проактивной тактикой и превентивной госпитализацией пациентов старше 60 лет, беременных и с хроническими заболеваниями. Недельный прирост охвата вакцинации от коронавируса остается на уровне 10-11 тысяч человек, что недостаточно, отметил министр. Привито 84,5% от плана. Повторную вакцинацию прошли 42% человек. Армен Бинян напомнил, что ревакцинацию рекомендуется проводить через полгода после первичной прививки. В категории риска пожилые жители региона старше 60 лет. Среди них непривиты на данный момент более 185 тысяч человек, что вызывает опасения. Я очень не хотел бы, чтобы те спокойные доклады наших всегда традиционно неспокойных руководителей Потребнадзора, Министерства здравоохранения не действовали успокаивающие. Мы с вами тоже знаем, как картинка может меняться. Коронавирусная повиска должна оставаться в центре работы. По всем тем рискам, о которых мы говорили, коллеги просьба, все-таки заниматься внимательно. На заседании Оперштаба был вынесен вопрос о возможности ослабить ограничения по работе заведения общепита в ночное время. Однако пока региональный Роспотребнадзор высказался против отмены этой меры. К этому вопросу решили вернуться на следующем заседании. Виктория Шарая, События.